Всем привет! Сегодня у нас реакция на проект ютубер Человек-паук в Марвел Сливки Шоу на украинском. Короче, я уже поставил тут лайк, подписан я давно, и начнем смотреть. Канал ютубер, меня зовут Таня. Привет, Таня! Получилось, что большая часть новостей, которую сейчас активно обсуждают в Рунете, связана с киноиндустрией. Так что этот выпуск получился у нас достаточно нетипичным. Да-да, я в курсе скандалы с инстасамкой, про нее только ленивый еще не снял видео. Но мы как-то не горим желанием пиарить очередное громкое разоблачение, которое, кстати, еще может оказаться фейком. Поди разбери! Сосредоточимся на хороших новостях, которые гиг-сообщества дожидалось десятилетиями. А заодно узнаем, стоит ли праздновать победу, узнав о возвращении Спайдермена в команду Мстителей. Но перед этим проверьте свою подписку на канал и колокольчик уведомлений, чтобы наверняка получать все новости вовремя. И не забывайте досматривать видео до конца, ведь это помогает ему продвигаться в рекомендациях и показывает, что мы трудились над выпуском не зря. На этой неделе мы активно следили за тем, что снимают российские блогеры и какие тренды они вводят на ютубе. Зря. И это еще можно назвать интересным контентом. Представьте себе остальное. К счастью, на Западе тоже происходит свой движ, куда более глобальный и интересный. Пару дней назад СМИ и соцсети взорвала глобальная новость. Актер Том Холланд и его персонаж Человек-паук официально остались в комикс-вселенной Марвел от Дисней. Впереди нас ждет как минимум еще один сольный фильм. Он выйдет летом 2021 года. Если вы не любите комиксы и никогда не финансировали команду Мстителей своим походом в кино, то я кратко напомню бэкграунд. В далеком 1996 году малоизвестная и обанкротившаяся компания Марвел пыталась продать права на никому не нужных супергероев. Железного человека, Черную вдову, Капитана Америку и Человека-паука. Договориться она смогла только с Сони и только на последнего персонажа. Остальных продюсеры посчитали коммерчески невыгодными. Таким образом, всего за 10 миллионов долларов Сони получили Спайдермена и отсняли трилогию с Тоби Магуайром, а затем перезапуск делогию с Эндрю Гарфилдом. Но если первые фильмы были прорывными и даже культовыми, то последующие приносили все меньше и меньше прибыли. Перелом наступил в 2015 году. К этому времени коммерчески невыгодно. Мстители Марвел уже побили все мировые рекорды по сборам, а последний Человек-паук едва-едва принес Сони чистый плюс. Актер даже досрочно покинул свою роль. Оставшуюся часть истории вы должны были слышать. Марвел, внезапно став влиятельной мировой корпорации, взял назад в аренду своего паучка и нашел на его роль третьего актера, Тома Холланда. Так появились сольные хитовые фильмы. Человек-паук. Возвращение домой и Человек-паук. Вдали от дома. Ну и участие в Мстителях. Разумеется, Сони по-прежнему владели правами на Питера Паркера. Именно они получали почти все деньги от прибыли и кассовых сборов, но не учли, что весь мир так сильно влюбится в нового паучка. Вот настолько. И настолько. И еще настолько. Я прекрасно помню, как весь интернет Рьяно защищал первого каноничного паука и как быстро поменял свое мнение после первого же фильма с Томом. Кстати, давайте раз и навсегда решим, кто официально лучший канон. Голосуйте и выбирайте лучшего Человека-паука из трех. Более того, после смерти Железного Человека Том Холланд стал буквально главным героем Марвел, зрительским фаворитом и лицом всей франшизы. Любовь к нему была настолько безгранична, что новому сольному фильму спокойно предрекали собрать больше двух миллиардов долларов в прокате. Это, если что, до сих пор редкость, и таких лент существует всего пять. Именно в момент пика хайпа Sony приняли решение расторгнуть сделку, забрать паука и снимать его дальше среди своих супергероев, развивая собственную вселенную. Она, правда, пока ограничивается только одним холодно принятым фильмом про Венома и, очевидно, не идет в сравнение с Марвел. Можете представить масштаб карьерного роста Холланда? Sony еще владеют правами на таких популярнейших персонажей, как Веном, Серебряный Соболь, Черная Кошка, Найтвач, Шелк, Джекпот. Неудивительно, что западные соцсети целый месяц штурмовали Твиттер, пытаясь добиться справедливости. Хэштег SaveSpiderMan несколько дней возглавлял мировые тренды и набрал больше миллиона упоминаний. Кое-кто даже создал встречу в Фейсбуке и предложил устроить штурму офиса Sony в костюмах Человека-паука. Вам это ничего не напоминает? Кевин Файги безуспешно пытался успокоить миллионы фанатов и обещал им уладить ситуацию. И да, если вы не знали имя главы Марвел и продюсера всех этих фильмов, это было оно. Небольшой спойлер, у Файги не получилось. Ситуация разрешилась так же неожиданно, как и началась. Три дня назад студийные боссы Sony пошли на попятную и все-таки согласились отдать Диснею снять еще один фильм с Холландом. Но пока на этом все. Детали сделки секретны и не разглашаются. А фанатских теорий по этому поводу так много, что... Да нет, она одна. Серьезно, другие версии не рассматривают даже самые верные поклонники. Скорее всего, компании просто смогли договориться, как разделят потенциальные миллиарды сборов. Дисней вроде как должен получать только 25%, но это только слухи. В общем, пока промежуточные итоги можно подвести этой фразой. Всеобщее ликование понятно, но не факт, что после нового фильма сотрудничество Дисней и Sony продолжится. Во всей этой борьбе корпорации отдельно хочется отметить хладнокровие и чувство юмора самого Холланда. Он мало комментировал ситуацию, ни в начале переговоров, ни в конце. Но все же дало себе знать, когда официально потерял место в Marvel, запостив селфи с Робертом Дауни-младшим и подписав его просто. Мы сделали это, мистер Старк. Буквально за пару дней фото влетело в список самых залайканных в истории. А уж когда переговоры увенчались успехом, актер просто запостил эпохальную сцену с Леонардо Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-стрит». Даже неудивительно, что его так любят. А теперь еще немного на тему кино и сериалов. Наталья Бочкарева известная о пароле... Подождите. Значит, Человек-паук будет сниматься в 2020 году, да? Выйдет фильм. Сейчас они снимаются. Ну, это мой самый любимый персонаж, Человек-паук. Живезный человек, это уже, конечно, не то. Ну, ничего, посмотрим фильмец. Спасибо за новость, Таня. Даша Букина из сериала «Счастливы вместе» спустилась во все тяжкие. Актрису поймали с наркотиками, и это подарило Твиттеру бесценную тему для шуток. Вечером 28 сентября СМИ начали писать о том, что против Бочкаревой возбуждено уголовное дело по 228-й статье. А в интернете быстро появилось видео с кадром задержания, где Наталья рассказывает, где именно прячет запрещенные вещества. Мешочек, в котором, ну, образно говоря, остатки вот этого... Остатки чего? Средства. Какого? Ну, токотического. Скажи, здесь? Вам нет? Да, вы все правильно расслышали. Кокаин. А именно его актриса называла средством. Был спрятан в нижнем белье. После этого шутников было уже не остановить. В астроуме тренировали и создатели газетных заголовков, простые интернет-пользователи и, конечно же, блогеры. Большой русский босс написал, что Джарахову нужно было выпускать трек-продажу вместо Гены Букина. Сам Эльдар посмеялся над местом хранения наркотиков. Кшиштовский предложил свой вариант песни для заставки «Счастливы вместе», а поперечно подкинул сценарий для новой серии ситкома. Впрочем, сама актриса информацию о задержании опровергла и пригрозила судом всем, кто распускает слухи. Люди, которые пытаются заработать на мне, сделать, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста. Казалось бы, ситуация прояснилась, расходимся. Вот только как быть с этим? Официальной справкой из органов об исследовании изъятого у Натальи вещества. Телеграм-каналы продолжает публика. Нашли наркотики в трусах у Даши Букиной. Нормально, вообще. Сколько лет они уже не снимают этот сериал? Сколько? Да уже лет 15, наверное, не снимают этот сериал. Счастливы вместе-то. ...новые подробности дела, сообщая о том, что в квартире Бочкаревой уже был проведен обыск, а сама артистка находится под подпиской о невыезде. Пишите в комментариях, кому верите вы, СМИ или Наталья? А может быть считаете, что это какой-то странный пиар нового проекта актрисы? Ну а пока обратимся к музыке и поговорим о девушке, которая респектует Джарахов, Литл Биг и даже сам Оксимирон. Чуть меньше года назад в хип-хоп-индустрии появилось новое громкое имя – Алена Алена. Воспитательница детского сада с пышными формами выпустила дебютный трек «Рыбки», которым тут же влюбила в себя миллионную аудиторию. Уже сегодня она пачками собирает престижные награды и доказывает, что рэп действительно многогранен. Буквально на днях эксцентричная хип-хоп-звезда взорвала интернет новым клипом на трек «Завтра», который показал ее с неожиданной стороны. Нашу редакцию качают уже вторые сутки, так что советуем заценить. Кликайте по подсказке в углу экрана и переходите на канал Алены. В описании под видео мы также оставили ссылку на ее инстаграм, чтобы вы не пропустили следующую громкую премьеру. Тем временем на канале «Сливки Шоу» стукнуло 15 миллионов подписчиков. Уделим минутку поздравлениям и ненадолго переключим внимание на котика. Канал с лайфхаками продолжает держать первенство русскоязычного ютуба и не пускает на лидирующую строчку ближайших конкурентов. Мамикса, Химмана, Брайан Мапса, Влада Бумагу и Ивангая. Хотя последний из гонки практически выбыл и уже не влияет на расстановку мест. Сейчас вы могли задаться вопросом, какую кнопку получат Юрий Янев и Куки за это число подписчиков? И если не кнопку, то что? Ни-че-го! Для отечественного ютуба эта цифра все еще запредельная, но следующая кастомная кнопка достанется сливке шоу только спустя 35 миллионов подписчиков. Даже по самым оптимистичным прогнозам это займет годы. Или вообще через 85 миллионов. Пока неизвестно, будут ли вручать промежуточные рубиновые кнопки всем, или это был специальный подгон только для PewDiePie. Вместо этого блогер решил сам сделать подарок зрителям и пообещал нестандартный выпуск. Видео, озвученное на украинском языке, выйдет к юбилею 15 миллионов подписчиков. Можете только представить силу мимимишности Куки и Степы. Кажется, это первый ролик на ютубе, где при упоминании Украины в комментариях не начался скандал. Наоборот, зрители практически массово поддержали интернациональную идею, разве что только очень просили сказать в кадре самую популярную украинскую фразу этого года. Ее хоть на футболках печатай. И да, я сказала практически, не целиком. Часть зрителей все-таки оставили негативные политические комментарии, а некоторые русскоязычные фанаты заранее расстроились, что не смогут разобрать полностью весь выпуск. Пока, с одной стороны, у нас популяризация своей культуры и родного языка, плюс интересный эксперимент, а с другой, возможный протест от аудитории. Теперь даже мне интересно, что кажется сильнее. Эй, курва, отдайте Львив! Эх, и поляки здесь. На этом наш выпуск подходит к концу. Как видите, в последнее время мы много экспериментируем с темами и форматом новостей, чтобы быть интереснее и лучше для вас. Поэтому нам очень важно... Да, Таня вообще гипнотизирует. Мне аж даже ни одного слова не дало сказать. Прям молодец, девчонка. Говорит и говорит, говорит и говорит. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Показывайте это видео друзьям. Придвигайте мой канал. А я пошёл. У меня ещё игра недоигранная. Тем более. jewelry очень мне нравится.